Ульяновская область богата ресурсами. В недрах земли есть нефтеприродный газ, горючие сланцы и торф, а также строительные материалы. Есть богатые залежи кварцевых песков и сырьё для производства цемента. Результаты комиссии по обследованию территорий муниципалитетов на наличие мест добычи полезных ископаемых обсуждали в правительстве. Так отмечено, что Министерством природы выдано 96 лицензий на право пользования недрами 83 недропользователям. Есть такие недропользователи, которые работают с максимальными показателями нарушений. Это также информация будет нами передана в органы МВД и прокуратуры. Районы-лидеры по добыче полезных ископаемых – Серенгульский, Сингелеевский и город Ульяновск. В четырёх муниципалитетах разработка лицензионных месторождений не осуществляется. Это Радищевский, Сурский, Целенинский и Новомалеклинские районы. Лидерами за 9 месяцев являются Кузоватовский район, внесённый налог около 16 миллионов рублей, Теренгульский – 14,8 миллиона рублей, Новоспасский – 9,5 миллионов, Сингелеевский – 2,6. Выявила комиссии так называемые «спящие лицензии». Их владельцы не добывают полезные ископаемые. Соответственно, бюджет недополучают налоги. Таких лицензий установлено 17. Алексей Русских поручил Минприроды провести работу с данными бизнесменами. Сидят вот такие жучки, которые ведут с ними тайные переговоры по продаже. И в результате сдерживают у нас развитие области. К этому надо очень серьёзно подойти. Комиссия по контролю за недропользователями продолжит работу. На землях проведут геологические изучения, чтобы определить перспективные месторождения. Предложено обратиться в Федеральный Минприродой с инициативой фиксации минимальной цены на единицу объёма полезных ископаемых. Это поможет исключить возможность занижения цен недропользователями.